Дорогие радиослушатели, здравствуйте. В гостях у нас Алексей Капускин, смоктрейдер. Леша, добрый день. Добрый день. Сразу на ты, чтобы не было регалий и всего остального. Алексей, начальник отдела операции на открытых рынках КБА Милбанка. Верно все? Да, все правильно. Здравствуйте. Я читаю то, что вы часто пишете на Smart Lab, поэтому громадное количество вопросов было оттуда, но адекватных вопросов, к сожалению, как обычно, не так много. Поэтому будем говорить, в принципе, именно о рынке, как вы пришли на рынок, что вы торгуете, как вы торгуете. А как начинался тернистый путь? Тернистый путь начинался в далеком, в далеком, сейчас скажу, в 99-м году. Ну ты же молодой, с 82-го года рождения. В 81-м. В 81-м. Постарше чуть-чуть. Вот, сейчас скажу. Ну вот я только поступил в институт, это был первый курс. Была такая у нас интересная газетка, в России продавалась, называлась она Moscow Times. Она на английском языке была, но наоборот, там у них были биржевые котировочки, которые я так с удовольствием читал. Читал вот, на самом деле, если говорить о котировочках, сейчас вот на день рождения мне один из друзей подарил газету Wall Street Journal 29-го года. Да вот там тоже на форзации как раз биржевые котировочки, которыми я заинтересовался. Нашел компанию, которая в Москве, собственно, там вот проводит какое-то обучение. И первый мой рынок, это американский рынок, вот я на нем начал торговать, там, кроссовтки, лоджик. Вообще очень странно, конечно, да, в Москве. Первый твой опыт, наверное, сколько, 10 лет назад? Да, 13 уже где-то получилось. 13 лет назад и американский рынок. Да, и американский рынок. То есть, на самом деле, ну, наш-то рынок был тогда не особо развит. Нас в каком-то, 2001-м, по-моему, запустили только интернет-трейдинг какой-то, ну, более-менее адекватный. Ну, соответственно, я прошел тот вариант, когда, значит, в одном мониторчике у нас котировочки, в другом котировочке у нас это там мета, какой метасток. Метасток. Да, вот, вот мой друг Леша Соколов из Финама Кутузовский, он застал еще то время, когда на миллиметровочке он рисовал свечи. Это вы оттуда и курить вместе пошли? Да, да, конечно. Леша, Леша, огромный привет, респект, уважуха. Да, он пытался тоже меня подкрутить, что он максимум, что мог сделать, что ребята с моего офиса начали курить сигареты натуральные. Вот, вот. Мы купили этот приборчик. Такой, я знаю, что нас с тобой сегодня там обгадят, то, что мы с тобой не разговариваем на темы рынка. Я просто хочу, чтобы ты потом, и когда напишешь, и когда скажешь, объяснил людям, что крайне невозможно объяснить стратегию свою или нарисовать свою стратегию в радиоэфире. В радиоэфире, да, особенно. Потому что когда ты пару дней назад поставил маленькую статью, что ты идешь к Герчику, я уже видел там действительно, что там понаписывали, хватит говорить ни о чем, покажите там, скажите там. Откройте Грааль, откройте Грааль. Откройте, как торговать, вы можете представить, как в радиоэфире можно людям рассказать? Еще надо нарисовать, ну, вот, слава богу, есть еще видео какое-то, да, то есть, может быть, там вот повернуть iPad, показать, что... Это, кстати, очень здорово. И начал ты торговать на американском рынке? Да, вот начал торговать на американском рынке, было интересно, ну, соответственно, потом я закончил такий институт, появился вопрос, куда идти. А торговать с какой суммы ты начинал торговать? Где-то десятка долларов. Откуда у тебя такие деньги были? Родители. Не побоялись? Нет, не побоялись. Доверяли? Доверяли, сейчас доверяют. Доверие только возрастает с возрастом, так сказать. Не всегда, к сожалению. Чем больше торговать... И как это, что с этой десяткой стало? Не ушла никуда. Не потерял? Да, то есть, нормально, на плаву. При своих? Не заработал, да, много, но и при своих, главное. Главное, что при своих. Вот. Значит, далее поступил вопрос, куда идти. Подал заявление в два банка и пришел в Левка банк на должность ведущего аналитика. Как раз мой начальник был Саша Потавин. Саша Потавин, огромный привет. Саша, у меня можно вот говорить, 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 кто, кто. Ты знаешь, хорошим людям можно передать привет, поэтому у нас эфира, в принципе, достаточно передать приверы всем хорошим людям. Саша Потавин, от меня огромный привет тоже. От меня тоже. За 10 лет на фондовом рынке, ну, наверное, я уже перезнакомился со всеми, и вот, то есть, мы ходим на... Мы с тобой вешали первый раз. Не первый раз, на самом деле. Вот, но в Smart Lab видели же. Вот. И ходишь на тусовки на какие-то банковские лица-то одинаковые, бэджики только меняются, и все. Название фирмы. Да, 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 да. Хотя могу сказать, что ситуация последних лет, она вносит какую-то новую лепту. То есть, приходят молодые специалисты, которые, ну, там, более-менее, как бы, адекватные уже. Тебе тоже, тебе 30 лет только исполнилось. Ну, ну... Ты себя уже считаешь немолодым специалистом. Ну, 10, нет, ну, подождите, я-то 10 лет хожу и вижу все одинаковые лица, а тут новые появляются, соответственно. Ну, вот, они молодые. То есть, соответственно, все новые лица молодые. Ну, и все, значит, я пришел на отечественный рынок, начал торговать на нем. Начал заниматься маркетингом, брокерским обслуживанием, развитием услуг. Ну, вот, собственно, спектр-то велик. То есть, ограничиваться просто торговлей, ну, наверное, нет. Сейчас, вот, последние несколько лет уже я работаю в казначействе банка. То есть, да, здесь я вот напрямую торгую. Я участвую в финансовом комитете банка. Принимаем решение, что делать, что покупать, что продавать, какая доходность, какая структура портфеля. Что, там, сейчас выгодно взять, что, допустим, последние, там, не знаю, полгода, на мой взгляд, более актуально сейчас валютный рынок. Ну, то есть, я имею в виду САЛТ-ММВБ, систему электронных торгов. То есть, вот, бесплечевую, обычную. То, что в, сейчас скажу, в феврале этого года, по-моему, биржа как раз пролоббировала ДМА. Директ... ДМА. Да, ДМА. Директ-маркеты. Да, и теперь все, которые рвались на валютный рынок, теперь на него придут. А вот последнее заседание валютного комитета сказало, что, ну, и брокерским компаниям тоже дадут доступ. Да, вот, пожалуйста. Я, на самом деле, за. Потому что, если тогда, ну, раньше, как бы, приходилось все время, да, там, всех более подробно рассказывать или еще что-то, но сейчас вот... Более понятливое. Да, более понятливое будет. Потому что даже любой, ну, физик, идущий там по улице в виде, там, не знаю, вот, ну, на примере, там, офис Леша Скалова, вот, в виде надпись «Финам», он туда заходит и, как бы, может, валюту даже будет купить. Вот. Ну, то есть, с точки зрения инвестиционной грамотности, за которую я, там, борюсь последние... Эстетика. Да, 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 да. Последние несколько лет. То есть, это будет очень позитивно. Как ты удачно борешься? Достаточно удачно. Вот, ну, уже второй год, какого там у нас, 7-го, 8-го сентября ездим по школам и рассказываем детям, что такое фондовый рынок, там, с чем его едят, показываем. И как? Очень большая, на самом деле. Дети какого возраста? А, это 10-й, 11-й классы школы, но я вот, например, в этом году читал, были школы, которые с 11-го класса изучают экономику, но мне вот попалось еще две гимназии, одна с 5-го, а вторая с 1-го. Ты, если что, я с удовольствием сам схожу, даже матом не буду ругаться. Ну, так вот, отлично. И мне, вполне серьезно. Нет, абсолютно. Ты знаешь, я сейчас был в шоковом состоянии, я только прилетел с Киева, ну, я обычно на выходные летаю, я очень люблю Киев, у меня очень много друзей, плюс там программисты работают. И ко мне пришел один из моих студентов со своим сыном, 12 лет, ребенку. Я первый раз в жизни видел 12-летнего ребенка, ты знаешь, его нельзя даже назвать адекватным. Он просто какой-то мега умный. Целью ребенка к 16-ти лет – свое BMW. Он действительно торгует на акциях, и мой отец выделил там небольшой портфельчик, там 10 тысяч долларов, но ребенку 12 лет. Я тебе скажу честно, я видел очень много детей, возраст там от 10 до 18. Вот это, пожалуй, самый адекватный 12-летний, которого я когда-то видел в своей жизни. Расскажу тоже случай из практики. Значит, мы работали в банке Оргрессбанк. Оргрессбанк, это сейчас называется Норде. И был такой момент, когда туда привезли, там пришел папа, он тоже привел маленького мальчика, которому открыли брокерский счет. И он стал там торговать. Причем торговать он стал, ну, как сказать, достаточно адекватно. Он заработал денег. После этого ему папа на заработанные деньги купил ноутбук. И ребенок понял цену денег. И потом он уже перестал играть. Он не смог. То есть вот этот вот... Ну, для детей, да, этот фактор очень важен. То есть до этого это была игра, а после этого он понял, что это вот деньги живые, да. То есть их можно там вот получить ноутбуком. Потерять. А можно и потерять ноутбук, да. И там ближайшие 4-5 дней рождений. Ну, вот у тебя рано или поздно будет... Ты женат вообще? Есть, да, встречаюсь. Женат или нет? Не женат пока. Не женат. Дети у тебя тоже нет? Нет. Ну, вот у тебя обязательно будет ребенок. Обязательно. Чуть-чуть раньше или чуть-чуть позже. Ну, вот мой просто, моему 12 лет, он не проявляет абсолютно никаких интересов. Будешь ли ты... Ну, у нас на самом деле, как вот, у нас две стези. Либо ко мне в финансы, либо к моей девушке в юриспруденцию. То есть к твоей будущей жене. К будущей жене, да. К моей будущей жене. А ты уже все на мази? Ну, идет. Ну, практически. Да, идет туда. Потому что это очень большой вопрос был на Smart Lab, и мне начали его задавать там. Когда смоктрейдер женится и все остальное. А о том, когда ты женишься, а о том, когда ты... Я обязательно напишу на Smart Lab. Бросишь курить, и все остальные вопросы мы зададим тебе во второй части. Дорогие друзья, у нас в гостях Алексей Капускин, под ником смоктрейдер, а также начальник отдела операции на открытых рынках КБ Милбанка. Мы вернемся буквально через несколько минут после новостного выпуска. Еще раз здравствуйте, Алексей Капускин, смоктрейдер, начальник отдела операции на открытых рынках КБ Милбанка. Леша, еще раз здравствуй. Здравствуйте. Значит, путь твой начал запрессить довольно-таки давно. 13 лет – это очень серьезный срок. У меня-то чуть-чуть побольше, я старше тебя почти на 12 лет. А я пришел в трейдинг в 96-м году. Как вот действительно, давай поговорим о неудачах. Перед тем, как мы перейдем как к граильным, то, что все ждут стандартно, давай поговорим о твоих неудачах. Были ли они и какого масштаба? Да, конечно, неудачи были, то есть потери по счетам, но не глобальные, да, то есть клиенты все равно остаются мной довольны, и да, то есть там каких-то серьезных проблем у нас никогда не возникало. Но при этом вопрос в своем отношении к этому и вопрос в переживании. То есть в том, что там пережевываешь любую неудачу, да, там пережевываешь ее достаточно серьезно. Вот, и если сейчас, ну вот последние годы 2-3, уже как-то, ну там легче, там привык. Вот как это, как вот делаешь все время одно и то же, ну привыкаешь к этому. Но были сердечные проблемы там, и давление, и так далее. То есть на самом деле многие, вот большая часть молодежи, она просто этого не проходила, да, потому что она пришла там, ну нынешнее там поколение молодых трейдеров, оно пришло там в 2008 году, когда там, да, рынок начал падать. Они в это время пришли и начали там зарабатывать на шортах, на фьючерсах, да, после этого фьючерсный рынок у нас достаточно серьезно развиваться стал, да. Потому что в октябре 2008 года в Сфер запретила шорты нам с поте, и разрешила, дай бог памяти, в июне 2009. То есть, ну вот фактически биржа получила вот этот вот стимул, толчок, всплеск как раз вот от всех вот новеньких, да, которые пришли на фьючерсы вот в 2008-2009 году. Ну вот, кстати, могу сказать, что вот как раз кризис 2008 года я пережил достаточно спокойно, потому что где-то, наверное, в мае, я при этом еще написал статью, журнальчик такой был, Сибонс, собственно, есть, я то написал, что selling may not go away, вот, что накапливается какой-то неадекват, и, ну, если уже очень хочется, вот, то давайте купим облигации, но не акции точно, да, и мы фактически потеряли, ну, где-то 5-10% на облигациях, да, всего. А там большинство потеряло 80-90% на акциях, вот, ну, после этого, да, там, появился какой-то багаж клиентов, которые бегали за мной, там, из одного банка в другой. Я перебежал сюда, они за мной перебежали, перебежал туда, они за мной перебежали, то есть, ну, тяжело. Вот такой предельно простой вопрос, вот, причина перехода из одного места в другое. Развитие, собственно, вот не хочется стоять на месте, не хочется там… То есть от меньшего к большему. Да, вот все время… Ну, вот сейчас я так понял, что там у тебя большой портфель, но портфель в основном облигационный. Да, он, облигации, акции в меньшей степени, вот, фьючерсы есть, я работал вместе с биржей по поводу понятия фьючерсы на ОФЗ, на корзину ОФЗ, ну, вот, собственно, этим фьючером, ну, так, чуть-чуть подспекулирую, вот, да, это, как бы, можно какой-то шорт портфеля ОФЗ делать им, но, наверное, не более того. Ну, а свой собственный портфель? А, нет, сейчас уже нет. То есть достаточно работы, да, достаточно работы, и, там, переносить на себя нет. Ну, как бы, есть достаточно большое количество финансовых услуг на рынке, которыми можно пользоваться, там, да, там, понимая, что происходит. То есть это депозит, допустим, с ежемесячной капитализацией, да, то есть это, там, 13 годовых. То есть у нас сейчас, ну, там, не знаю, 3-4 банка дают такие высокие доходности. Да, 12-13 процентов. Да, они дают при этом пластик, там, хорошие условия по вводу-выводу денег, ну, то есть, ну, вообще идеально. Вот, я достаточно большой, поскольку я работаю в банках уже давно, я такой приверженец пластиковых денег, то есть под этот кредитка моя со мной всегда, у меня был курьезный случай, когда я приехал в Тель-Авив и, значит, к банкомату подхожу, а он на юрите. То есть, ну, а поскольку все операции-то стандартизированы, нормально, набрал, все, по мне потом спрашивают, а как? Я говорю, ну, так вот, элементарщина. То есть, все просто. Сколько вывел, а где завел, да? Да, 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 да. Ну, вот, соответственно, ну, как-то так. Давай поговорим тогда, тяжело, конечно, нам будет разговаривать о стилях торговли, потому что у тебя более обособленный стиль торговли, например, облигации и все остальное, но утоли жажду ждущих и страдающих. Ждущих и страдающих. Консерватизм, наверное, наверное, консерватизм. Это хороший вариант. Консерватизм для наших не подходит, потому что ответ будет сразу один тебе. Ты же знаешь, мы ничего не заработаем. Да, 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 ну, как же, да, то есть, заработать 25 годовых, 30 годовых, это фактически ничего не заработать, а вот тысячи или пять тысяч годовых, вот это, нет, таких грали не бывает. То есть, на самом деле, когда приходит какой-то молодой специалист в банк и говорит, я торгую и могу принести 300% годовых, ему единственный ответ, ты хорошо торгуешь, молодец, иди домой. Да, иди дома торгуй. Да, иди торгуй дома, потому что это большие риски. То есть, вот всегда, когда я там читаю какую-то лекцию, семинар по поводу финансов, я говорю, что, ребят, понимаете, что такое риск, что такое доходность. Соответственно, чем выше риск, тем выше доходность, да. Но вот риск, он на первом месте. Да, но маленькая проблема, ты абсолютно верно заметил, что можно просто начать не с доходности, а с риска и очень быстро закончить. Да, 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 да. И вот, к сожалению, большинство не смотрит на это. То есть, ну, те, которые в восьмом вылетели, они это прочувствовали на себе. Понимаешь, что когда людям говоришь, что, например, да, у меня все знают одно вещь, я торгую всегда от стопа, то есть, у меня все идет от риска, народ не понимает. Я говорю, просто берете как бы риск и мультиплицируете его какой-то мультипликатор, там, три или четыре к одному, и это приблизительно как бы ваша доходность. И когда человеку говоришь, чтобы показать стопроцентную доходность, надо, к примеру, рисковать там 30-40% портфеля, да, это если все хорошо. Да, это если еще не плавает ничего особо. Да, и люди не хотят этого слышать. Ну, вот я могу сказать, что не получится. То есть, пока человек сам на себе, на своем счете не проверит там свои какие-то стратегии и так далее, ну, вот ничего не изменится. То есть, ты сторонник того, что надо на своей шкуре испытать? Однозначно, это как вот, как симулятор, опять же, ну, машину водим. Хорошо, тогда давай перейдем к другому. Вот к огромному количеству людей, которые действительно на своей шкуре все равно это проверяют. Почему даже эти люди теряют деньги на рынке? Ну, вот проблемы с рисками, я думаю. Это вот основная проблема. Основная проблема с рисками, а потом начинается найти, вот посмотреть, Вася, Вася вроде торгует нормально, или там Петя, Петя тоже торгует нормально. За какого Вася? Я просто, я гипотетически... Потому что ты знаешь сразу имена, имена. Конечно, конечно, да, с именами туго придется, я даже не знаю, как говорить там, Джон, Петя. О, отлично, потому что говоришь Тимофей, сразу все знают Тимофей. Вася у нас, Вася один. Да, да, да. Ну, вот, значит, один торгует, второй торгует, а вот ты говоришь, я не торгую. Надо посмотреть, как торгует первый. Вот, ну вот, кстати, в... Сейчас скажу, есть такой экзамен в СФР, в Федеральном службе по финансовым рынкам, аттестационный. Базовый? Да, первый или пятый, я не помню, в каком из... Там был такой вопрос, значит, сидят три аналитика, значит, один говорит, что рынок растет, второй говорит, что рынок падает, третий говорит, что нейтральный, ну, стандартный. И четвертый ответ – все трое правы. Правильный ответ – все трое правы. Все трое правы, абсолютно верно. Потому что и вот меня тоже все время смущало... Падает по отношению к чему-то, растет по отношению к чему-то. И стоит по отношению к чему-то. Да, 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 да. То есть вот мне все время были интересные... Я просто сдавал экзамен, послали. Вот все разговоры там на форумах, да, где вот этот там пишет, что я вижу там, голову плечи 2 2 говорит что это что-то тут нет головы плечей да и вот ну а и начинают спорить что вот этот прав этот неправ я расскажу мы в эфире обычно не не рассказываем анекдоты но этот анекдот такой очень смешной когда приходит давай будем не будем говорить синагогу потому что скажешь что сейчас вообще непонятно что вообще можно говорить сейчас ничего говорить начался ты еще вообще ужасно понимаешь на самом деле это нельзя сказать то сказать нельзя это средство массовой информации все остальное да услышал где свобода на самом деле непонятно первая поправка конституции все остальное так вот приходят два молодых человека в храм божий два друга у двоих одна и та же история один по-своему рассказывает святой отец его выслушал и говорит ты прав 2 рассказывает ту же самую историю но по-своему святой отец опять выслушал говорит и ты прав вдруг приходит третий говорит святой отец а как вот такое может быть у двоих одна и та же история рассказана абсолютно по разному этот прав и тот прав он говорит ты знаешь и ты прав да 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 скажи я наверняка к тебе приходит например друзья родственники знаешь что ты столько лет в индустрии ко мне точно так же ко многим я уверен там и к тимофею и к василию ко мной к саше потавину приходит групп громадное количество знакомых людей потому что принципе народ сейчас богатеет у людей становится как бы денег больше это это видно я буквально недавно ехал пару дней назад просто задался целью увидеть как бы жигули и ты знаешь я просмотрел наверное там 50 70 это как если хотите увидеть какие-то новые модели автопромов то приезжайте в москву да ты знаешь я ты знаешь самое интересное я прожил 20 лет за границей и пи и и первую бугате вейрон я увидел в москве на возле кофемани а я стоял ждал пытался увидеть какой-то жигулей я не увидел я стал на светофоре на тверской то есть народ богатеет и сейчас мы уйдем на короткий перерыв я хотел бы чтоб в новой 12 минутки нашей мы поговорили о том вот что ты советуешь или не советуешь своим друзьям близким знакомым по поводу своего отношения к рынку то есть ты говоришь действительно да я рынок это место где можно заработать нет рынок это где лучше не надо лезть потому что некоторые вопросы ты ответил лучше получите там свои 12 годовых да да но есть некоторые банки которые действительно даже которые предлагают 12 процентов там до 750 тысяч страховка и это везде так да это стандартно до 700 до 700 я извиняюсь да и люди некоторые боятся поэтому дорогие друзья у нас в гостях алисей капускин начальника дела операции на открытых рынках кб милбанк мы вернемся после короткого нас нового выпуска лёш еще раз здравствуй алексей капускин начальник отдела операции на открытых рынках кб милбанка ну давай как раз о чем мы с тобой начали разговаривать предыдущие 12 минутки поговорим об этом как ты советуешь или не советуешь приговариваешь или отговариваешь своих друзей которые хотят прийти на рынок а ну вопрос всегда упирается вот в то что они хотят получить то есть если хочется всего и сразу такого не бывает two bitt orchestra я его побить банковский депозит побить банковский депозит это можно взять тот же банковский депозит и допустим купить валюту вот но в условиях там текущей там экономической ситуации да там а я сейчас скажу вот если в прошлом году можно было купить доллар вот купили мы доллар там не знаю в сентябре даже не в сентябре возможно в августе в этом августе продали на заработали там сколько 17% годовых, это только на долларе. Ну, тут есть риски. Да, риски, конечно. Очень много рисков. Конечно, есть риски. Ну, ко мне в основном обращаются для того, чтобы узнать, какая текущая ситуация, какой-нибудь прогнозик, что может быть с экономической точки зрения произойти в ближайшее время. Потому что я сам по образованию экономист. Ну, то есть достаточно просто разбираться в проблемах, почему в Европе проблемы, почему в Штатах какие-то проблемы. Почему у нас что-то там лучше или хуже. Ну, вот там образно говорят. В основном идут за советом по этому поводу. То есть, а хочется ли прийти в рынок? Нет, ну почему? Я не буду никогда отговаривать, зачем. Ну, вот хочется, надо пробовать. Если что-то хочется, всегда надо это делать. Зачем ограничивать? Тогда вопрос с экономической точки зрения. По сути дела, возьмем Евросоюз. Все очень печально. Печально. Очень даже печально. По сути дела, сколько стран у нас в Евросоюзе? Больше десяти. Да. Из этих десяти стран всего две страны с положительным валовым продуктом. ВВП. Всего. Это Германия и Франция. Итальянцы уже очень плохо. Уползли, да. Да, Испания, Португалия, все остальные. То есть, мы не берем даже Литва, Латвия. Когда мне литовцы или латыши говорят, что там они в Евросоюзе, это плакать хочется. Да, да, да. Почему? Вот с точки зрения экономики. Вот, например, элементарно, обосной скачок вот последний евро, раз там 1,20 до 1,30. Ну, тут нет таких вот экономических движений, да. Тут больше политические движения уже идут. И давно уже, я бы сказал, лет пять последних, это, наверное, больше политика, чем экономика. Вот на твой взгляд, почему евро стоит дороже доллара? Я имею в виду связки. В связке, я думаю, что это какие-то, так сказать, внутренние, внешнеполитические события. Например? Мы просто договорились. Ну, хорошо, сейчас у нас на улице сентябрь месяц. А где ты видишь, например, доллар в следующем году, там, через полгода? И почему? Евро-доллар. Или доллар-рубль. 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 Ну, где-то, наверное, порядка 35. То есть ты думаешь, что рубль припадет? Да, я думаю, что рубль припадет. Я думаю, что это, ну, достаточно много моих коллег поддерживает банковского сообщества. Именно там 35-36, потому что, ну, все-таки мы там входим в ВТО. Вот. Ну, так я не могу сказать, что приняли, сразу вошли. То есть мы там медленно как-то перелезаем. Вот. Ну, плюс, в принципе, для экспорта-импорта, нам, конечно, дешевый, рубль получше. Получше, естественно. А не видишь ли ты такой, например, ситуации, когда нефть припадет? Да, я считаю, что цифра, которая была там заложена в бюджет, она чересчур велика. Там 60 было? Больше, чем 60. Больше, чем 60. Мне почему-то казалось, что она меньше, чем 60. Нет, она больше, чем 60. И это, в принципе, и пугает, что если вдруг нефть будет падать, а пока что несколько стран мира, там, включая Саудовск-Урай, вышли, искали не проблему. Ну, если вот, как бы, положа руку на сердце и там, послушав разговоры некоторых моих знакомых, которые работают в нефтяной отрасли, они вообще говорят, что уже разработан, да, метод, этот, поставки, ну, как бы, разработки шельфовой, ой, не шельфовой, вру, как же он называется сейчас, сланцевой. Вот, сланцевая нефть, сланцевый газ, это, соответственно, с больших глубин и поговаривают, что там неограниченные запасы, да, то есть, я на счете неограниченных запасов с тобой соглашусь, но проблема в том, что у меня просто есть тоже друзья в нефтяной индустрии, чем глубже копать, тем больше проблем, не просто проблем, не в другого химического содержания и себестоимость на самом деле колоссальная. Согласен. В России, в России очень мало опыта добычи именно нефти. Мы не говорим сейчас про Россию, то есть, вот, США уже этим занимается, когда мы этим будем заниматься, еще вопрос, но я думаю, что вопрос химического состава, качества, ну, он вторичен, потому что, если что, разработают и под нее. То есть, по сути дела, в принципе, нефти есть куда падать? Да, я думаю, что нефти есть куда падать, и да, то есть, единственная проблема, что Россию все считают, там, да, там, сырьевым придатком, это проблема. На самом деле, на самом деле, так и есть. Да, но при этом нужно учитывать, что там проблемы Европы, еврозоны и проблемы США таковы, что, ну, допустим, что я сейчас вижу, что, несмотря на то, что был какой-то серьезный отток капитала за границу в этом, в начале этого года, то сейчас уже идет приток. Да, там, естественно, отток идет, там вывод денег за рубеж идет, но, тем не менее, идет приток капитала, то есть, серьезные люди говорят, что, я не знаю, что это там, что я вывел деньги в Европу, или вот, что я вывел деньги там в США, ну, нечем заняться. Там абсолютно нечего делать с деньгами. Да, да, да. Я просто тебе говорю, как человек, который прожил очень много лет за границей, там нечего делать с деньгами, получить в Европе, там, возле двух процентов, да, в швейцарском банке. Зачем? Да, или получить в Америке меньше, вообще. Плюс заплатить налоги, они там немаленькие. Вот, гораздо проще у нас. И вот я могу сказать, что достаточно. То есть, ты думаешь, что вот этот драйв будет вклада деньги в рынок ценных бумаг? Ну, наверное, не такой вот прям вот, как будем все будут покупать бумаги, но я думаю, что он может быть, там, какой-то там доли, не знаю, там, треть, наверное, от объема данных придет на фонду. То есть, у нас фонда не дооценена, у нас emerging market, который, да, ну, и большинство видит, что он действительно гораздо, ну, наверное, адекватнее, чем рынки Европы, да, то есть, у нас и ЦБ работает достаточно адекватно. Допустим, в прошлом году, когда в сентябре начался какой-то кризис ликвидности, ну, я бы сказал, основная проблема, весь кризис, это нехватка денег. Это без денег, это кризис ликвидности. Опять же, 2008 год, да, это у нас был кризис ликвидности, там, пирамида Репо, все рухнуло, и вот, соответственно, не смогли расплатиться. Вот, получился какой-то кризис. В прошлом году, в сентябре, когда какая-то пошла нестабильность по Европе, начали подать облигации, там, ЦБ вышел на аукцион Репо, вот то, что я описываю, там, да, на смарт-лабе, и у себя в ЖЖ, ЦБ стал давать денег, там, по 300, 400, 500 миллиардов на овернайт, то есть, деньги были. Вот, он поддержал, рынок подрос. Вот, ну, там, сейчас политика ЦБ в том, чтобы он, как бы, пересадить профучастников в длинные деньги, и более того, я думаю, что, вот сейчас на валютную сессию допустили брокеров, многие со мной не согласны, но я думаю, что это там первый шаг какой-то либерализации, через годик-другой, и на аукцион Репо придут у брокера, то есть, им тоже будет какой-то доступ на дешевые деньги. Ну, что, в принципе, это абсолютно нормальное явление для поддержания оборотов, и всего остального. Да, да, да. Потому что под 16% маржинальное кредитование, это немножко... Да, да, крутовато. Конечно, конечно. Я думаю, что если бы цифры на маржиналку упали, да, брокеры, в принципе, где-то надо одалживать деньги, либо быть самим очень крутыми. и нужно либо получать, ну, как бы, вот ЦБ дает там минимальная ставка 5,5 сейчас, вот, ну, рынок сейчас, допустим, вот сегодня там 6,5, но сегодня налоги, вот, поэтому рынок там на МБК и на Репо у нас там 6,5-7, вот, соответственно, а брокеры дают маржиналку 16. Ну, хорошо, я согласен, что брокерам тоже надо зарабатывать, да, делать какой-то арбитраж между. Ну, это чересчур круто. Ну, по мне, да. Это чересчур круто. Два конца. Да, 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 ну, вот мы, допустим, делаем там плюс процент. Ну, маржиналка это тот же Репо, поэтому вот мы в Репо даем там плюс процент, плюс полтора процента. Единственное, но что физлицо не может делать Репо с брокером, потому что, да, и у него закрыт раздел РПС, но в принципе, если РПС открыть и договориться с каким-то голосовым брокером, то можно сделать. Проблема по поводу растения, Россия, она предельно, предельно проста. Обычно страна, которая, например, если посмотреть за последние 3-4 года, страны, которые вылетают, это как раз те страны, в которых нам намечается бурный экономический рост. Да. В свое время это был там Вьетнам, Пакистан, который потихонечку там умирает. Вот какой ты думаешь на самом деле вот драйвер роста может быть в России? Если этого драйвера не будет, например, то ты же понимаешь, что рынку шансов никаких вырасти просто нет. Ну, пока серьезных драйверов я не вижу. Это о чем идет речь? То есть вот резких каких-то ростов. Куда заходить иностранцам, что они здесь видят? Давай разложить там по составляющим, что есть. Есть политическая составляющая? Есть политическая составляющая. Ну, более-менее спокойная. Ну, почему не более-менее? Я считаю, что абсолютно нормально. То есть власть есть, власть конкретная, видно кто что. Да, основная проблема, основная проблема нефть в принципе по хорошей цене. Да, да. То есть в принципе все хорошо. Пока да. Одно но. Но драйвера нет. Абсолютно верно. Да. То есть... Как ты думаешь, откуда этот драйвер действительно может прийти? Я не могу сказать. Разогнать тот же РТС там на 180, на 190. Я думаю, что сейчас, наверное, драйверов нет. И я даже не могу представить, что бы это могло быть. То есть боюсь, что... Ну, нефть 150. Ну, это просто нефть. Это да, это... Ну, к радости на сегодняшний день, что просто нефть тоже для России имеет огромное значение. Да, но тут вопрос в том, из-за чего она будет 150? Причин нет. Ну, боевые действия. Так а сколько уже их было? Ну, более глобальные. Ну, не, ну, более глобальные нам не надо на сегодняшний день. Согласен. Но вот, чтобы загнать под 150, ну, хотя, в принципе, да, есть там, положа руку на сердце, 100-150, это, в принципе, там, 2008 год плюс инфляция. Ну, да. Ну, мы, в принципе, и были в 2008 году 146. Да, да, да. Плюс там пару копеек. Да, да, да. Ну, соответственно, сейчас это можно, можно там, 180 сказать. Вот 180, это вот будет там 2008 год. Дорогие друзья, Алексей Капускин, начальник отдела операции на открытых рынках КБ, КБ, Милбанка. У нас короткий перерыв на новости, после чего мы вернемся к вам. Финальная 12-минутка. Еще раз, Леша, здравствуй. Алексей Капускин, смоктрейдер, начальник отдела операции на открытых рынках КБ, Милбанка. Твои взгляды несколько, я почему, в принципе, отошел от темы, именно, самого, как бы, трейдинга, потому что ты просто меня увел от этого. Ты просто, нет, ты просто, понимаешь, многие, я понимаю, нас будут обсуждать и говорить, что мы отошли от темы, мы от темы не отходим, мы говорим на тему, которой занимаешься конкретно ты. Говорить с тобой, где поставить стоп и как зайти в акцию, я так понял, что это не твой кусок хлеба. Да, я думаю, что это не имеет смысла все равно объяснить. Опять же, я вернусь к тому, что, знаете, вот как вот, нет, тогда не договорил, машина, вот, если вот у каждого водителя спросить, вот ты, когда светофор красным видишь, ты в каком месте тормозить начинаешь? Вот, когда? Невозможно ответить. Вот, да, невозможно ответить. Вот я про рынок бы так же сказал, что каждый торгует по-своему, да, и сказать, что вот он может так, а ты так же не можешь уже, ты там чуть позже, может быть, да, нажмешь, или чуть раньше. Шансов, что вы нажмете в одно и то же время, никаких? Ну, практически никаких. Практически никаких, просто даже по мат ожидания. Да, да, я помню, я в институте на втором курсе, у нас был теория вероятности, мат ожидания, я сидел накануне экзамена, кидал кубик, пытался посчитать, когда что выпадает. Ну, вот, либо получится, либо не получится. 50 на 50, собственно. Получилось, собственно, как написано в формуле. А тогда такой вопрос, именно твои взгляды, давай скажем так, так как, говорится, ты уже здесь сидишь, и мне надо задавать тебе вопросы, такие, не просто, как бы сказать, что ты делаешь сегодня вечером, но более серьезный вопрос. Твои взгляды на евро-доллар, рубль-доллар, ты сказал, нефть, золото-серебро, ну, драгметаллы, по-простому. Ну, я думаю, что... Вы же эти все вещи, я уверен, на совете директоров банка обсуждаете. Так, обсуждаем. Больше доллар-рубль, конечно, он более интересен. Ну, соответственно, евро-доллар, я думаю, что будет снижаться, пока, ну, до паритета, конечно, не дойдет, но где-нибудь, наверное... Почему ты думаешь, до паритета не дают? Опять политическая составляющая? Ой, я бы, наверное, сказал, что еврозоне было бы, наверное, на мой взгляд, актуально ввести двувалютную систему. То есть, сделать... Местная валюта? Местная валюта, да. И, ну, от евро они не могут уйти, да, они к евро шли сколько лет, и сказать, что там завтрашнего дня евро нет, это, конечно, не будет такого. Но я думаю, что введение второй валюты, то есть, однотвердые курсы... У немцев, у немцев, есть новое введение, это уже где-то на протяжении, по-моему, лет 5-6, внутренние бундесмарки. Но это как бы бумажные деньги. Ну, да, да. Их нету как такового, они не ходят в валют, ну, типа купоны. Купонные деньги. Вот у немцев уже где-то порядка 6 лет, в 96 бундесах действительно есть вот эти бундесмарки. Да, да, я, собственно, с ними абсолютно согласен. Я думаю, что они будут там первыми кричать, ребята, давайте введем второй евро. Немцы, неизвеняюсь, венгры, не пошли на евро. Свои деньги. Понятное дело. Свои деньги, да. Поэтому, ты знаешь, очень многие страны, которые, чехи, венгры, те, которые имеют свою собственную валюту, они себя чувствуют гораздо более комфортнее, чем те, которые привязаны к евро. Да, абсолютно согласен. Вот абсолютно согласен с ними, и я поддерживаю их в этом начинании. Я думаю, что даже и нам это имеет смысл делать. Вопрос по Европе, им нужно придумать новую монетарную реформу, которая сможет как-то решить. Потому что вот сейчас они печатают деньги. А это процесс такой, что если печатать закончил, получил кризис. Вот я тебя сейчас рассмешу. Есть такой, был такой очень известный советский писатель Эдуард Осадов. У него было очень хорошее стихотворение, называется «Пусть меня волшебником назначат». Вот представь себе, тебя назначили волшебником в Европе. Так как ты просто как бы экономист, и я должен задать тебе такие вопросы, с чего бы ты начал? Что бы ты сделал с точки зрения экономики для того, чтобы действительно в Европе люди стали хорошо жить? Ну, наверное, каждому по мешку денег просто выдало. Просто, любых? Да, абсолютно. Любых. Вот кто что захотел, тот и получил все. Вот они тогда будут хорошо жить. Вот если вот вопрос поставлен именно так, Ребром. Да, если вот таким ребром, то каждому то, чего хочет. Вот сказал желание, я же волшебник, да, я могу исполнить любое желание, да, может быть, кто-то там захочет. А если тебя действительно назначили бы президентом Евросоюза? Евросоюза, то, ну, если президентом Евросоюза, то Евросоюза распускать нельзя. Ну, тогда проведение... Почему? Проведение монетарной реформы. Почему? Потому что... Я считаю, что наоборот, это для Евросоюза было бы хорошо, потому что в данной ситуации, да, это вот как в советское время фильмы... Не-не-не, минуточку. Мы же сказали, что я буду президентом Евросоюза. Так если я президент Евросоюза, мне не выгодно его распускать. Это же тоже бизнес. Да-да, я тоже думаю, на самом деле. Как-то я тебя назначил президентом Евросоюза и тут же... Да, и тут же я распускать буду свой бизнес. Нет, зачем? Почему? Я буду его сохранять, буду провести какую-то монетарную реформу. Вот тогда может быть что-то. А если бы ты был бы просто сторонним консультантом? Сторонним консультантом... Посоветовал бы... Опять же, монетарная реформа. Но посоветовал бы ты именно расхождение Евросоюза? Ну, наверное, первичка, наверное, все-таки монетарная реформа, а вторичка уже развал. Потому что одни страны дотационные, а вторые там... Ну, я думаю, что действительно Пятачок их тянет. Латвию, Литву, Исконию и несколько других, Румынию, и, слава богу, еще несколько стран даже не успели взять Евросоюз. Да, 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 да. И слава богу, потому что тогда бы просто развал был бы гораздо быстрее. Да. Ну, насчет того, что Евросоюзу, конечно, недолго жить, в принципе, я думаю, это вариант. Ну, даже Сора сказал, что, говорит, ребята, поскорее разваливайте и уходите. Да, да, да. Ну, нет, ну почему? Неплохой вариант, на самом деле. Давай тогда поговорим о твоем портфеле. Вот ты, в принципе, занимаешься облигацией. Это гораздо более, как бы, более консервативное занятие. Да, но при этом я бы не сказал, что оно безопасное. Ну, безопасного ничего нет. У тебя вот дефолты были? Дефолты и реструктуризации были. Но реструктуризация не так плохо. Да, конечно, конечно. Мы помним, там, 2008 год, Март Финансы и так далее, вот все компании, которые там... Потому что я вот даже когда с общим нашим товарищем, ему огромный привет, Андрею Есину, мы разговаривали по поводу облигаций, да, он, в принципе, прошел очень достойно 2008 год, мало того, что он еще и заработал деньги, а у него не было облигаций, там, которые дефолтнулись. Да, 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 мы как раз с ним вчера общались, и вот он говорил, что у него достаточно сбалансированный портфель по облигациям, да, то есть он не там покупает, там, трэш третьего эшелона, но у него вот действительно хороший портфель, и он приносит неплохой доход, вот, тогда как сейчас, ну, та часть физиков, которая хочет получать какой-то доход, но при этом оставаться в консервативном портфеле, они пытаются заниматься пирамидингом, пирамидингом, то есть пирамиды репо, покупка одних облигаций, заложить их в репо, соответственно, получить вторую, вот, например, у меня знакомые Веста Банк, они вот достаточно активно занимаются репо с физиками, с физиками, да, вот как раз в части облигационных вот этих вот дел, да, действительно, это хороший бизнес, если не гоняться там за 20 годовыми, то там 12-13, ну, и опять же, если обгонять банковский процент и выйти там на 15, это хороший вариант, то есть одно плечо, ну, два плеча, это нормально, то есть можно сделать, единственное, что, конечно, нужно достаточно, так сказать, грамотно подойти к формированию портфеля и выбрать бумаги, потому что в облигационном рынке, конечно, вот мне как банку-то проще, я там позвоню, там, не знаю, в Сбербанк, в Ренессанс и говорю, ребята, вот мне надо продать, и они у меня возьмут, а если позвонит какой-нибудь физлицо и скажет, мне надо продать, ему скажут, ну, во-первых, он не позвонит никуда, а в стакане он может, вот, ждать котировок вечно. Скажи мне, вот 10 лет назад, когда ты пришел на американский рынок, 12 лет назад, вот, что ты подчеркнул именно, ты же, в принципе, так понял, торговал технику? Я торговал и технику, и там было интересно, вы сами помните, там были дроби, то есть там можно было работать... Одна шестнадцатая, одна восьмая, да, там можно было работать на вот этих, особенно утром, вечером закрылось так, утром открылось так, и ты посчитал, и просто вот купил перед закрытием и заработал денег, то есть, ну, американский рынок, он был таким рынком, который, ну, он инертный, он очень, я вот спекулянтом был, чистой воды, и там, 100 сделок в день, это было нормально, причем ручками. Почему ты ушел от спекуляции? Я пришел на отечественный рынок, а он был гораздо медленнее, то есть, да, и не так хорошо развитая инфраструктура была, и поэтому пришлось, ну, как бы перейти на отечественный рынок, да, и более того, дроби-то закончились. Вот. А российский рынок стал расти, то есть, да, то есть, и расти стал вот достаточно серьезно. Резко, да. Да, я помню, в Левке сидел у нас в деске американец, ну, даже не деск, это было клиентский зал, трейдинг-рум, и вот он торговал Мосэнерго, и помню, Мосэнерго там за один день, там, часа за два вырос, там, процентов на 20, он вот чуть со стула не упал, как это увидел. Не, ну, на Америке это тоже не, как бы не ново. Не ново, но тут Мосэнерго, Мосэнерго там входила в топ, там, в голубые фишки, а Майкрософт, вот, чтобы за, там, деньок, голубые фишки в Америке не растут. Никогда. Где ты себя через, далеко не будем идти, через пять лет видишь? Я, я знаю, где я буду, но я не буду говорить, потому что это будет некоторая реклама. Почему? Ты можешь прорекламироваться, ничего страшного нет. У нас все, кто приходит, все рекламируются, это нормальное явление. Нет, я вот сохраню интригу, и когда я достигну некоторых позиций, то нет, 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 нет. А, то есть это в ближайшем будущем уже вот-вот, вот-вот. Нет, ну, не будем ничего говорить. Поэтому. А что бы ты пожелал радиослушателю? Смотреть на риски. Вот, прежде всего, это риски. И не смотреть ни на кого, работать своим умом. Ты же сам понимаешь, вот ты, например, пишешь статьи на Smart Lab, да? И такое ощущение, что там 95% зарабатываешь. Да, 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 да. Нет, ну, почему? Если заработал сегодня, но проиграл завтра, то все равно зарабатываешь. Ты еще зарабатываешь, конечно. Да. Даже если ты заработал, у тебя потом биржа забрала все деньги в комиссии, ты все равно заработал. Ну, конечно, конечно. Дорогие друзья, у нас в гостях был Алексей Капускин, ник Смоктрейдер, начальника дела операции на открытых рынках КБА Милбанк. Леша, от себя могу тебе только пожелать вот то, что ты нам не рассказал, чтобы через 5 лет мы с тобой даже чуть раньше встретились, и ты сказал, вот помнишь, мы с тобой 5 лет назад разговаривали об этом, вот это случилось. Да, вот получилось. Поэтому я тебе желаю исполнения желаний, хоть у тебя день рождения был, помню, 6 июля. Нет, 2 июля. 2 июля. У меня просто сын июльский, мама в июле меня не ненится. Я тебе поэтому желаю, чтобы в следующем году не было вопросов по поводу твоей семейной жизни. Спасибо, Саша. Всего-всего доброго, дорогие друзья. Огромное спасибо. Алексей Капускин, Смоктрейдер. Всего доброго.